Ближе. Чего вы там все зашухалились? И ты тоже. Вылазь свои рубаки. Да, свои рубаки. Вот сюда сядешь. Даю небесное, утешителю душа истинной, Вижу везде сын, и вся исполняй Сокровища благи и жизни подателю. Приди всели сяны, и очистины от всякие скверны, И спасти Ваше души наши. Мила Форнадисия. Господи, Песня и небесное, благослови наши занятия. Даруй нам, чтобы все то, что мы услышали, Мы вложили в сердце своем, применяли в нашей жизни. Благослови нам Господи. Отец и Сын. Отец и Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. У нас занятия продолжаются. Ведущий тот же. Кто хочет быть ведущим, могу передать грозды правления. Отдохнуть. Почить на лаврах. Кстати, на лаврах ничего интересного почивать. Они засыхают, такие листочки. Ну да, которые в лавру вылистают. И что, почить на лаврах. Это просто, ну, как бы сарказм такой. Невозможно на лаврах почить. Надо проходить. Огонь, воду и медные трубы надо проходить, чтобы не почивать на лаврах. Итак, ну, то есть, это, что такое почить на лаврах? Это значит, они засохнут, и ты, вусть, отстанешь от жизни. Почему? Потому что новые приемы выучат. Новые, там, методы бега, там, и ты окажешься потом хуже, там, перворазрядника. Поэтому почивать нам на лаврах некогда. У нас 5 глава, с 19 по 21 стих. Давайте так бойко будем сейчас вопросы задавать, отвечать на заданные вопросы Христом. На это Иисус сказал истинно. Истинно говорю вам. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то есть Отец, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына. Ну, конечно, Отец, Сын тут с большой буквы, и Он тоже. И показывает Ему все, что творит Сам. И покажет Ему, с большой буквы, дела больше сих. Так, что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Толкование. Маленькое совсем. Что значит покажет и больше сих? Дел. То есть. Укрепив расслабленного, Он, Господь, намерен воскресить мертвого. Поэтому и говорит, если вы удивляетесь, что я исцелил расслабленного, то увидите больше всего. Что уничиженное выражение покажет, Он сказал с намерением, чтобы смягчить их неразумие. То слушай, что следует далее. Он говорит, как Отец воскрешает мертвых, так и Сын оживляет, кого хочет. А почему здесь написано, что уничиженное выражение покажет? Покажет. Давайте прочтем. И покажет Ему, дела больше сих, так что вы удивитесь. Покажет Ему. Кто покажет? Отец. Отец. А кому Ему, значит, Большой Бухгалкой? Сыну, значит, Иисусу Христу, да? Ну, покажет, а исцеляет Господь или воскрешает Господь. Отец покажет. Уничиженное, говорит, покажет. Уничиженное слово, как бы. Говорит с намерением. Чтобы смягчить их неразумие. О чем тут речь идет? Я полагаю, что надо громче. Ты говори громче просто и все. Я полагаю, тут имеется в виду, что покажет сыну, но, как он раньше говорил, что сын делает дела отца. Следовательно, он так пытается смягчить их неразумие, что они же, как, не признают сына. Он пытается, как, показать, что это дела отца, которые делает сын. Которому отец дает делать это. Да. Да, правильно, да. Да, совершенно правильно. Вы поняли, о чем мы сидели? Понятно? На самом деле, все положено под ноги Христа. И он сам воскрешает. И больше, и сын оживляет, кого хочет. Сын оживляет. Так, хорошо, дальше пойдем. Еще вопросы есть какие-нибудь? Вот так вот, глядите, вот это вот сказано. Давайте разберем. Истина, истина. Говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Как понять, сын не может сам от себя творить? Почему? Потому что именем Господа Иисуса Христа. Иисус Христос именем Господа Иисуса Христа. Благо, да, он имеет имя, он доняет тебя, он. А ты про кого говоришь-то? Про сына. Так, нас кто-то запутывает, да? Кто-то плетень на заплетень навел. Немного, чутка. Творить сам от себя. Как понять сам от себя? О чем, о каком здесь говорится? Ну, или о каком предмете, о чем? Ну, ближе, да, да. Он творит воле Божьей, воле Божьей во всем. Ну, он кто, сын? Единосущный отцу. Единосущный отцу. А еще кто есть? Ну, и все вместе это о чем говорит? О троице. Здесь разговор идет о троице. Что он как будет, он творит сам от себя, когда Господь един в трех лицах. Он вот о чем говорит здесь, о троице. Просто и все. Поэтому сам от себя, ясно, не творит ничего. Потому что должен быть Отец, который показывает, что нужно творить. Господь Иисус Христос, как Слово, Логос, творит, а оживотворяет. То есть, это все становится живым уже и существующим. Это Дух Святой. Почему мы с вами здесь сидим и рассуждаем? Если бы не было Духа Святого, вы бы тут не сидели и не рассуждали. Дух Святой имеет такую силу невероятную. Человек сам по себе очень слаб. Но он имеет силу. И по твоей немощной силе он дает тебе такую силу, чтобы ты мог исследовать Слово Божье и возрастать от веры в веру. Сейчас у тебя малая вера. Но ты здесь. Поэтому эта вера действенная. Вот в чем дело. Если ты будешь продолжать творить дела добра, а мы должны постоянно дела добра творить. Какие? Посещение храма, нетворение греха, самое наивысшее, добродетель, благовестие, когда ты какому-то человеку расскажешь о своей вере во Христа, в Троицу. Это самое высшее. В этот момент Дух Святой так обильно действует, что ты возрастаешь в высшую веру. Ты становишься настоящим апостолом. Апостол Павел говорит, горе мне, если не благовествую. Понятно? И благовестие это почетное название мое, благовестие, призвание, почетнейшее. А до этого нужно дойти. До этого что нужно? Знать священное писание, братское общение иметь. То есть в храме находиться и вообще в общине. Не только в храме на молении, но и на молитве, и на песнопениях, и на пениях псалмов, и на собраниях. А собрание это вот занятие по слову Божьему и собрание, братское собрание, какие-то разборы жизненных ситуаций, то что у нас впереди было. А теперь у нас идут собрания по слову Божьему мы собираемся. Сейчас мы увидим свои грехи, свою неправедную жизнь, свою праведную жизнь, праведную жизнь братьев. Вот брат занимается добрым делом. Он ведет записи. А почему доброе дело? Ну ведет, подумаешь. А потому что это будет выставляться, и там пойдут комментарии под этими записями. И люди будут радоваться за вас, что вы хорошо отвечаете. Если занятие хорошо пройдет, кто-то новое подчеркнет для себя. Потому что люди, которые будут там смотреть, они одиночки практически все. Ни у кого нету таких, даже такой небольшой и заскорузлой к миру общины, как у нас. Потому что было 35-40 человек, а осталось всего сколько-то? Ну 8. И то один бегает туда-сюда. Ну, слово Божье, хорошо знаете. Может быть, что-то, толк какой-то будет. Даже ты немного услышишь на занятиях, это тебя уже преобразит. Уже даст тебе толчок к добрым делам. Вот сестра записывает. Она не просто записывает, она еще ведет канал. Брат просто записывает. А она еще канал свой ведет. То есть она ведет переписки. Это подразумевает вести канал. Это значит, ты ответственный за то, что ты выставляешь на своем канале. И отвечаешь на вопросы. И, в общем, идет живое общение с людьми, которые еще не пришли ко Христу. И вы помогаете им своими ответами, своим активным участием в занятиях, помогаете им наследовать веру от отцов наших, от Авраама. Потому что люди не понимают, что такое вера. Они не понимают, как искать веру. Вот как Авраама сказал. Что такое вера? Осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Так, повтори. Осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Что такое уверенность невидимого? Ваня, вопрос. Осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Невидимое что? Бог, а еще? Духи разные, ангелы тоже видимые? Нет, невидимые А духовность видимая? Невидимая А что ожидаем мы? Мы что ожидаем? Осуществление ожидаемого Ожидаем что? Что ожидал Авраам? Чего он ждал? К Аврааму первым делом относятся Потом идет разговор Это послание к евреям Апостола Павла 11 глава И там как раз говорится о вере И вера началась с Авраама Вот в чем дело Обетование? Ну обетование-то обетование Да обетование он искал Осуществление ожидаемого Он что-то ожидал Жития святых читали? Нет? В китии читали Ну открой жития святых Авраама Святого Что ожидал он? Что ждал Авраам? Ну он искал Бога Когда еще его не знал Так А что заставляло его искать? Бога Желание наследника? А? Желание наследника? Янапа глубокомыслящая какая Желание наследника Да нет, не это конечно Авраам Авраам Искал духовного Не видя его Мы только что договорились Духовное невидимо Он искал духовного Он искал того, что успокоит его совесть Кто успокоит его совесть? И он прошел многих богов И понимал, что все это неправильно Но у него было Несколько глав Священного Писания Переданных кем-то Вот его Прадеда Или Прадеда Евер Что там? Нашла? Ничего Там больше Там в самом начале Сложно говориться После размещения Попоконных языков Охранения Азербайловского Люди рассеившие Из земли И рассеивших Народных народ Забыли Истинного Бога И стали поклоняться Их дом Ими же самими Девами Животными Сон Своим Луне И любви Их народу Тогда Для обновления Ритуза Их на церкви И для сохранения Истинного Бога Познания Господь Ребрал Наоборот Честивого По имени Авраам Авраам Передначально Назвался Авраам И был Младшим Сыном Фадор Который Имел Продавой Счет Арана Эляхора Ну и Дамщик Что Возьмите Ну просто А я с чем Так Ладно Ну вот Это вот Мы прочитали Самое главное То что Люди Забыли Бога Забыли Как правильно Поклоняться Господу Вот это Самое главное Мы знаем И теперь Авраам Он ищет Бога И вот Он Господь Открывается Ему То есть Поиски Бога Это есть Духовное Содержание Человека Поиски Бога То есть Он не остановился На идолах Он продолжал Дальше Искать И в какой-то Момент Видать Все боги Закончились Кому там Кланялись Он прошел Многих И ни на одном Не остановился И Господь Видя его терпение Брат Скоро ты У тебя все Видя его терпение Господь Дает ему веру Осуществление Ожидаемого То есть Было Осуществилось Ожидаемое И Бог Открылся И уверенность Невидима То есть О чем Говорит Что вера Наша Не от нас А от Господа Вера У Бога И веру У Бога Нужно В терпении Как он говорит Помните Про терпение В терпении Не бросать Молитвы Вот Авраам Вот эту самую Молитву И творил Себя То есть С терпением Он искал Истинного Создателя Всего И Господь Ему Открылся Вот так Это Сверхнадежды Он поверил С надеждой Написано Сверхнадежды Вам И нам Этого Не понять Не чьитесь Понять Авраам Это первый Кто так поступил Уже прошли Миллионы людей Десятки миллионов И никто Не искал Бога Но Оставляли После себя Вот эту Вот Десять глав Одиннадцать глав Там где До строительства Уилонской башни Потом рассеялись И мы Долгое время Не видим Никого И вдруг На горизонте Двенадцатая глава Авраам И вот так Коротко Все это записано Но люди Потеряли связь С Богом Полностью Последний Был Евер От которого Пошел Народ Еврея Это был Тот человек Последний Праведник Который не пошел Строить Занимались Совершенной Глупостью По нашему И кощунством Но Они были Упорные Почему От потопа Они не вынесли Благочестиво А вынесли Только вот Эта хамскую Надменность И гордыню Самость Вот эту Что с Богом Надо поговорить Это что Он у нас утопил всех И Авраам Был Первый Кто Обратился Опять К познанию Вот этому Слабому Источнику В 11 Глав Но он был И через него Он искал Господа Так Хорошо Давайте Перейдем Дальше 22-24 стихе Евангелетана 5 глава Ибо отец И не судит Никого Но весь суд Отдал Сыну Дабы все Чтили сына Как чтут отца Кто не чтит Сына Тот не чтит Отца Пославшего Его Истина Истина Говорю вам Слушающий Слово Мое И верующий Пославшего Меня Пославший Большой буквой Меня Имеет жизнь Вечную И на суд Не приходит Но перешел От смерти В жизнь Толкования Побольше уже Но мы Люди Особенно Неразумнейшие Из нас Обыкновенно Научаемся Нужному Более Страхом Чем Благодеяниями Слова Отец Отдал суд Сыну Понимай так Что он Родил его Судьею То есть Бог Отец Родил Сына Судьею Сразу Подобно тому Как слышишь Что он Дал ему Ему То есть Сыну Жизнь И понимаешь Что он Родил его Живущим Живущим С большой буквы Так как Отец Есть причина Бытия сына То и Говорится Что все Что не имеет Сын Принял От отца Как имеющий Это от него По естеству Если кто Говорит Что он Есть тварь Превосходящая Всех Всех Творений И думает Что ему Как сыну Ложно И напрасно Придается Такая честь Тот Решительно Бесчестит И отца Пославшего Его Верующий В него Не приходит На суд То есть В муку Но живет Вечную Жизнью Не подлежа Смерти Душевной И вечной Хотя Смерти Телесной И временной Не избегнет Боже Сам Судья Что значит Он отдал Собственно Ну да Вот там то и дело Давай Говори Я не убеду В своих словах Ну как Христос же Пришел И получается Принес Иступление От грехов И он По факту И есть Доказательство Того Что у людей Был шанс На покаяние И поэтому Как он И судье Не Ну это правильно Ты все говоришь Просто Местописание Есть Их надо Открывать Местописание Что Отец Отдал Всю сыну Колосино У нас там Есть Местописание Потом К евреям По моему Там к евреям Какая глава Первая Тоже Ну это Вон эти Книги же Есть у нас А Колосино Ну по-моему Первую главу Смотрите Первую А вот Брат Вот книга Лежит Вот Нет Вторая Вот эта Да Второй Том Второй Том Второй Том Второй Еще Третий Вдевался Галатам 1.4 Галатам 1.4 Галатам 1.4 Галатам 1.4 Вот отец отдал суд сыну Ну и здесь повторяется Там просто повторяется все это Чтобы было понятно Что Бог отец избирает А потом веру дает сын И сына видели Ну всяко там Как ангела видели Сына видели Как какого-то помощника Господа Видим на горе Синайской В расщелине сидит Моисей туда опустился В расщелину И Господь Иисус Христос прошел мимо него А Бог отец был как свидетель Непонятно где Потому что Бога Отца вообще не видно Это все Сын Божий Когда кто-то видит Кого-то Как Бога это только Сына можно видеть Потому что Господь говорит Когда пришел Отца не видел никто никогда Единородный сын Сущий мне для отчим Он явил То есть он показал отца Когда Фома его спрашивает Он говорит Вот Ты видел меня И до сих пор не можешь Филипп Филипп это да спрашивал Филипп Филипп его спрашивал Нет нет Филипп в конце там Это уже Евангелие От Иоанна И он говорит Ну покажи нам отца И довольность нас 14 по-моему глава И он говорит Филипп Ты столько со мной До сих пор не знаешь меня То есть в сыне Он должен был увидеть отца И они не понимали этого И нам тоже часто непонятно Поэтому мы должны просто запоминать Многое И давайте еще раз прочтем 22-24 стихи Ибо отец 5 глава Евангелия Таня 23-24 стихи Ибо отец И не судит никого То есть Как бы в простоте Понимаете Говорит он здесь Мы говорим Ну отец Судья Вот сейчас Ты сказал Да Кто сказал Отец судья Ты А ты сказал уже Да А он тебе отвечает Ибо отец И не судит никого То есть Ты говоришь судья Он не судит никого Но весь суд отдал сыну То есть Ответь тебе Сын пришел И судить мне Нет Он пришел как судья Рожден как судья Да Но пока пришел Да Но будет второй Поэтому Да мы все чтили сына Как чтут отца Он как судья Возглавил это дело Он ведет дело Это О нас С вами Людях Которые живут на земле И поэтому Первый раз Он вот так вот Действует Как бы мы даже его не знаем Действуют его Какие-то адвокаты Там ангелы Там посланники от него Идут Действуют Ангелы Через ангелов Пророки Учители какие-то Праведные люди Праведные цари И вот так вот так Действуют Через Господа От Бога То есть От Бога А сына еще как бы нет Сын не показывается Он только творит все это А Дух Святой Все это Животворит Но Не в полноте еще Видите как И Дух Божий Носился над водою И что И Он Носился над водою Для чего Для того Чтобы упорядочить Строение земли Чтобы сделать его Таким Каким нужно И что это Сразу явилось Нет Не сразу А где мы это Видим Ну видим это И в Слове Божьем Видим это сейчас В том хаосе Который видим Под землей Или допустим Те вулканы Которые сейчас Взрываются И стекают Магмой И что там Упорядоченность Какая-то Что ли Там все перемешано Золото с серебром С артутью С серой Соловом Все понамешано Свинец Все в одном Полиметалл Называется Полиметаллические руды И медь там Есть и все И оттуда вот люди Выкалывают Эту руду Скалывают И потом ее дробят И отдельно Выбирают медь Отдельно серебро Отдельно золото И так далее Разные элементы Это хаос Настоящий Хаос Господь Господь Начал вот так Строение земли А почему? А потому что Все приводится в порядок А вот так было Чтобы сразу Раз и все строено Да Было Но тоже Временные рамки Какие-то были Когда живые существа Заселялись Сначала там Были рыбы Потом птицы Потом Видим Присмыкающиеся Земноводные Различные А потом Скот И полевые звери Скот Это домашние животные Полевые звери Это дикие животные И потом Последний человек Ну как последний Ну да Можно сказать Последний Потому что Женщину Господь Тоже человеком назвал И сотворил Говорит Человеков Сотворил их А кого их Адама И Еву Ну Ева Ева странно Была создана Не просто так же Как Адам Из Персти А из самого Человека Она была создана Здесь тоже Великая Загадка Как бы Адам Родил Еву Получилось Для начала Нужно так Говорить Что Адам Родил Еву А Ева Начала рождать Уже То есть Потрудился Один единственный Мужик Родил Ну там Все странно Было Поэтому Мы можем Только об этом Намекнуть Кто не чтит Сына Да Отдал Сыну Дабы все Чтили сына Как чтут Отца То есть Это самое Важное Было Нужно было Увидеть В творениях Которые Бог Сотворил В Ветхом Завете Сына Нужно было Увидеть Сына Что не может Бог Отец Сам Снисходить К таким Мелочам Как там Люди Они Ссорятся И так далее Он как царь Сидит И у него Есть тот Кто в этом Разберется Это сын И разбирался Всегда сын И на иконах Допустим Иова Благословляет Иисус Христос Там Ив Лежит На гноище И вот так Два перста И часть Лица И рука Благословляющая И Голубь То есть Бог Отец Все это Соизволил Он Беседует С этим Сатаной Сатана Пришел Там Ходил К Богу Пришел Подошел Благословляет К рабу К своему К своему Не так Как должен К своему Телу Там Какие-то Нечестия Творишь Много Пьешь Там Развратничаешь И так далее То есть Ты против Сына Идешь Потому что Сын Соделал Тебя Бог Отдал Все Сыну А сын Тебя Соделал И за то Что ты Неправильно Живешь Будет судить Сын А не Бог Отец Понимаете И поэтому В Ветхом Завете Никто Не узнав Сына Не мог Спастись То есть Правильно Принести Жертву Потому что Не о том Думали И Господь Иисус Христос В последние Времена Именно пришел Когда В последние Времена Он говорит Идите Наипаче Спасайте Спасайте Наипаче Погибших Овец Дома Израилева Погибших Погибших То есть Для него Они все Погибли Потому что Ни одного Не было Кто бы Выполнил Заповеди Это значит Что никто Не нашел Сына Понятно И теперь Приходится Сыну Открывать Себя А открывать Себя Как через Смерть Свою Через смерть Потому что Понятно Раз никто Не открыл Сына из Людей Он сам Придет Ему никто Не поверит Об этом Вот как раз Сестра сказала В сына Никто не верил Правильно Ты сказала Никто не верил В сына И мы читаем Иоанна Первая глава Открываем Сейчас Первую главу Она тут у нас Недалеко И читаем И читаем 15 стих Ну давайте И за мною Стал Стал впереди Меня Потому что Был прежде Меня И от полноты Его все мы приняли И благодать На благодать То есть Благодать Ветхого Завета На благодать Нового Завета То есть Открытие Какое Люди Спаслись Будучи В Ветхом Завете Получая Только Ветхозаветную Благодать Зная Бога Отца Они Получили Благодать То есть Евангелие Сына Божия И поэтому Ветхозаветные Могли спастись Но Им нужно было Сына Божия Как спасителя Принимать Ну как сейчас Братья Крестятся Ну и мы Также тоже Говорили Кто такой Иисус Христос Он мой Личный Спаситель Вот мы Как раз Об этом С вами И говорим Почему Он твой Личный Спаситель Потому что Он открылся Только Когда Сам Сам Изволил Это сделать И даже Ангелы Не знали Поэтому Не Обижайтесь На Господа Не надо Огорчаться Невозможно Было Это представить Чтобы мы Поняли Кто Поэтому Авраам Это просто Супер Человек Так вы знаете Как и Жена его Сара Супер Супер Баба Она взяла И родила В 90 Лет Брат В 90 Понятно Да Поэтому Господь Без чудес Божьих Мы бы Никогда Не выжили Поэтому На этих Переломных Этапах Жизни Когда Господь Дал Веру Через Авраама Люди Потеряли Ее Когда Ною Дал Поток Ковчег Господь Сам Закрывает Рукой Ковчег Некому Закрыть Было Все Хотели Убить Ноя Его Семья Никто Бы Не стал Там Закрывать Никакого Животного Не было Которое Бы Разумное Подошло И закрыло И написано И Господь Закрыл Ковчег И так Закрыл Запечатал Что туда Вода Не просочилась Он не утонул Ничего И болтался По таким Волнам Вы понимаете Что за волны Были Господь Убрал Все волны На его пути Они были Нормальные Умеренные Поэтому Все было Это чудеса Божьи И таким же чудом Господь дал нам Веру в себя И теперь Почему Вот Мы говорим Что священники Которые не трудятся Занятия не ведут Не рассказывают О Господе По слову Божьему Почему они Согрешают До смерти Что даже будут Как сказал Златоуст Большая половина Не спасется Потому что В их руках Научение людей Понимаете То есть Силу свою Господь передает Священникам А потом Пророкам Священникам Пророкам И учителям Священник выше Чем пророк Кто выше Пророк или священник Как думаешь Выше Кто пророк Или священник По благодати Как священник Да как вроде Да как вроде Ты что На самом деле Священник Конечно Священник Это же Пророк Пророки Пророчествуют Ложь 5 глава 31 стих Иван Книга Иеремия Пророки Пророчествуют Ложь А священники Правят Людьми Поток Это Так 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 Священники правят Людьми Посредством всей лжи Написано И дальше И народ мой Любит это Народ мой Любит это Священники Они Не всегда То есть они получают Эту благодать Но Не всегда Достойно Нет Как бы они Не получили Если он священник Не было суда Никакого Тайна Господь Может быть Уже выкинул его Но Его Священнический Вот этот Дар Который Господь дал Этому человеку Он действует То есть вот Ты придешь на исповедь Ты верующая во Христа И ты Ну нету другого Ты можешь определить Конечно священника Что этот Нет Этот Да Этот Нормально Ну а Если никакого Вот сейчас вот Хорошо батюшка есть у нас А если не будет Батюшки И дальше что Будешь определять Будешь Кому-то звонить И говорить Сестра Я такого батюшка тут нашла Ехала мимо Просто вот остановилась Помолиться там Да Такая Вот мы с ним поговорили Он все-все понимает Как будто наш Вот Такое там все И там Да А где Ты там какой-нибудь город назовешь Пустозвон Какой-нибудь Где их искать Я не знаю Который бы тебя понял Он Тебя только может Как Нину Александру На порог не пустить Есть сочувствующие Есть прям все это Они дальше не идут Они всего боятся Понимаешь А батюшка не боится Батюшка не боится И заметь С ним понебратство Никакого не сделаешь Что батюшка Не ну это его понятно Пастырское дело Но он занятия-то не ведет Ну ведет там где-то бывает Да Но это уже от нас перешло Так-то он сам занятия не вел У него есть брат Моисей Который ведет занятия Который передал Другим вести занятия И теперь Мы работаем На батюшку Как бы За батюшку И поэтому мы ничего лишнего Не можем сказать Но и упустить нельзя Вот чем дело Поэтому представляете Какая нагрузка На священников Это им надо трудиться Священнику первую голову Надо Ну ввести там Субботу, воскресенье Литургию Понятно отвел А потом дальше Искать братьев Братьев Крепких сестер Искать И вкладывать им Слово Божье Вот По феофилакту Болгарскому Потому что Очень Небольшие здесь Толкования Но они емкие И правильные В них сила Божья И чтобы братья Начинали вести занятия Ему некогда будет Ему надо дальше 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 трудиться И идти благовествовать Показывать как благовествовать надо То есть научать Священнику Вот его дело Так какое А апостол какой был Павел Ну я понимаю Выражение глаз ваших Ваших Вообще понимаю Одеваться некуда Понимаешь А апостол Павел Он же священник Он священник У него священнические обязанности Он говорит Я крестил То есть все Он крестил Благословил человек Человек родился свыше Но говорит Крестил или кого Еще там Криспа там крестил Ну там А еще кого крестил Не помню Он даже Даже не помнит Он многих крестил Но Благовествование было Ему же священник передал Благовествование А? Ему же священник передал Благовествование Какой священник? Христос Передал благодать ему Первосвященник Первосвященник А первосвященник Это ты Анания Да Да ты правильно Священник Ты что Какой он священник Он епископ Какой он Он не первосвященник И не священник Он епископ Анания епископ был И через возложение рук он ему передал Но он апостол То есть у него странное Это переломный этап Нужно было язычникам благоествовать И кто будет благоествовать И тут появился старца, знаток Отец у него Гражданство получил Римское Еще он не родился То есть хорошо знал язычников Мать, бабка Лаида у него была Это Тимофею Это про Тимофея То есть у него мать была Тоже видать знаток Священного Писания Его определили в фарисейскую школу Ему деваться никуда было Фарисеев И он Все было у него для того Только одного не хватало У веры во Христа И вот он получает эту веру таким странным образом И теперь благословение И он получается апостолом Получился апостол Ну то есть Мы видим по его деяниям Что он апостол И Он же не пишет Деяния святых апостолов Что я апостол Он же потому что их писал Он не может написать Он не может написать Прикоследствия Прикоследствия их Рождественное должно все быть Вот так А они добавляют свое И поэтому Там Господь в другом месте говорит Если ты Ну Приснился тебе сон Ты там пророк То ты говори Как это твой сон Зачем ты говоришь Что этот сон от Бога Потому что он вообще Неизбыточный Не от меня То есть нужно знать И поэтому апостол Павел говорит Различайте духов Духов различайте То есть кого? Людей Которые к вам войдут И будут вас Вам преподавать что-то Ну К нам никто не входил Мы тут все как бы сами Уже В соку варимся Вот допустим Лена к нам вошла Недавно Вот Она что начинает говорить Нужно смотреть Различайте духов То есть наш Дух Или не наш Дух А особенно Это хорошо видно Не в нашей общине В нашей общине Уже все эти Нечестивые Духи Отпали А в интернет сообществе Там как только заходит Иной Дух Сразу Его все определяют И уже прям там Начинают В комментариях Бросать туда Ты кто такой Там откуда И уже Вячеслав Там раз его забанил Все Не тот Дух зашел И апостол Павел Об этом и говорит Различайте духов Сколько времени Есть еще прочитать Давайте еще прочтем Местописание 25-29 стихи Иван Голлитана 5 глава Истина Истина Говорю вам Наступает время И настало уже Когда мертвые Услышат глаз Сына Божия И услышавшие Оживут Ибо как Отец Имеет жизнь В самом себе Так и Сыну дал Имеет жизнь В самом себе И дал ему Власть Производить И суд Потому что Он Есть Сын Человеческий Он То есть Иисус Христос Не дивитесь Сему Ибо Наступает Время В которое Вы Все Находящиеся В гробах Услышат Глаз Сына Божия И изыдут Творившие Добро Воскресение Жизни А делавшие Зло Воскресение Осуждения Давайте Прочитаем Толковать Мне небольшое Но тут Есть вопросы Моложенный Феотилакт Чтобы слова Его Не приняли За напыщенность И пустую Надменность Он Представляет И подтверждение От дел Говорит так Наступает Время Потом Чтобы не подумали О времени Далеком Говорит И настало Уже Когда Мертвые Услышат Глаз Сына То есть Меня Ныне Живущего С вами Говорит Это Мертвых Которых Он имел Воскресить Как Кто Кто Первый Сын Вдовы Вдовы Наинской А дальше Кто А дочери И Аира Начальника Синагоги И Аира Следующее Человеческий Сын Божий То есть Бога Человек А кто У нас Другой Есть Как Его Звать Антихрист Он Будет Человека Бог С маленькой Букой Или Или Человека Зверь Ну Зверь Это Тот самый Прямоходящий Дракон Сатана Значит Оправдывает Не одна Вера Без дел Но Нужно Иметь И дела Ибо Тогда Только И вера Бывает Истинна Так Сын Человеческий Ты Сын Какой Человеческий Правильно Только Что у тебя Что не так У тебя Он Сын Человеческий Бог Иисус Христос С большой Букой Два слова А ты Сын Человеческий С Маленькой Букой Правильно А что Вас Различает Тебя Сына Человеческого Кстати Еще Дочери Человеческие Тоже Относится К сыновья Отличает Тебя Сына Человеческой С маленькой Букой От Сына Человеческого С большой Букой Что Отличает Тебя Вас Что Отличает Я Его Спрашиваю Что отвечает? Я хочу, чтобы он немного подумал А ты о чем думал, когда сидел Я думал, что Сын Человеческий Христос родился от Марии Девы и Святого Духа А я от Аксасова родился От человека такого От плоти, да, совершенно правильно А если ты родился от плоти, то что у тебя Первородный грех Первородный грех, правильно, отлично Хорошо, да? Ты это хотел сказать? Молодец, и у тебя тоже Как дочери человеческой, тоже первородный грех С маленькой буквы мы все с вами Мы все с вами в одной лодке В одной лодке, но Мы же дети Божьи тоже Мы сами шли Вот я искал Бога Потому что у меня совесть была нечиста Я искал Бога И там разными маленькими зацепками У меня были зацепки, я не Авраам Однозначно Я не супер мужик У меня были зацепки По этим зацепкам я нашел Библию И начал читать Библию И читал, и Библия Я полюбил Библию Я любил всегда чтение Любил историю, Господь так мне сделал И поэтому книга Библия Это историческая книга Вот прямо от самых первых веков И поэтому она меня так заинтересовала Я люблю копаться вот в этой истории вообще Почему там, как, что там Да еще и это Что-то от отца осталось То, что он у меня в тайге всегда топограф А тут я еще геологом стал Это А там очень много географии Геологии и так далее Разных наук таких интересных Все это Поэтому меня Господь вот так нашел Нашел он меня Вот эти зацепки он мне давал в течение жизни И дальше я стал искать Вот совесть, чтобы успокоить свою Начал понимать, что я делаю грехи Я прям начал понимать, что некоторые Некоторые вещи Я знал С самого начала Курить нельзя Курить это плохо Это мне отец вложил С мамой Вот тут Да, и раз плохо А другие это делают Я с ними прям разговаривал Будучи совершенно неверующим Я Особенно с девушками Которые курящие Я прям им Спуску не давал Табакерки там Эти там Всякие пепельницы Я их как только не называл А с мужиками спорил О том, что курить нельзя Доводил их там до белого коленя И когда Ну а я физически был сильно развитый Говорю, ну давай поотжимаемся с тобой Там побегаем Ну там побегаем на турнике Я подтянусь там раз 30 А тот раз кишка и начинает кашлять Я говорю, ну что Кишка Мотина Вы последние эти Кишки сейчас выхотнешь Через никотин И они, ну ладно, ладно Тоже хотят такое же здоровье Давай там это Просто я без веры Ну вот так вот Давай там это Мол, я вот если буду закурю Ты меня там ударишь И неоднократно приходилось Так вот Силски давать Ты как увидишь, что курят И я прям бегу за ним Они боялись Что такое там А вот о Сыне Человечественном Говорится дальше и в Ветхом Завете Давайте Даниила 7 глава Когда он Был под действием Духа Святого Видел я В видениях ночных Вот с облаками небесными Шел как бы Сын Человеческий Дошел до Ветхого днями Сын из большой буквы И поведен был к нему Ветхому днями И ему дана власть Слава и царство Чтобы все народы, племена и языки Служили ему Владычество его Владычество вечное Которое не приедет И царство его Не разрушится Пятнадцатый стих Воскрепетал Дух мой Во мне Даниили В теле моем И видение головы моей Смутили меня Это к 27 стиху Здесь пояснение Понятно, что смутили Его Потому что Непонятно было Как так Такая тайна К Ветхому днями Подходит Как бы Сын Человеческий Он говорит А в чем дело Почему он его называет Как бы Сын Человеческий Как бы Почему как бы Потому что Потому что Господь Иисус Христос Отличается Тоже чем-то от нас То ли сияние от Него было То ли какие-то белые Одежды такие чистые Как вот Преображение Сейчас будет праздник Ну что-то такое было Что он никогда Таких людей не видел И он говорит Как бы Сын Человеческий На самом деле Он правильно сказал Надо было Сын Человеческий Говорит С большой буквы Что это и есть Бог Но он не мог Это сказать Данил Поэтому Он говорит Что подошел Человек Ну как бы Человек То есть Но Так как он Подходит к Ветхому днями То понятно Что Он его описывает Как Свет Человека Какого-то Ну и все понимали Что Сын Божий Сыны Божьи Он говорит Вы все Сыны Божьи То есть люди Если ты веруешь В Бога То тебя можно Назвать Сыном Божьим Только с маленькой Буквы Почему Потому что Ты исполняешь То что Господь Заповедал И ты Необычный Человек Становишься Вот В чем Но Сын Человеческий Обладал Безгрешен Вот мы о чем Говорим С вами А как Нам достичь Этого С вами Только одним Нужно иметь Те же чувствования Что во Христе Иисусе Те же самые Чувствования То есть Руководствоваться В жизни Тем же Чем руководствовался Господь Иисус Христос Он руководствовался Чем Тремя Тремя Он это фарисеям Говорит Говорит Фарисеям Сандукеям Книжникам Говорит Вы оставили Что Что оставили Милость Суд И веру Дальше Дальше Милость И Веру Веру Громче надо говорить А тут подумать Что я один только знаю Брат Брат сказал Суд Милость И веру Веру Оставили Суд Милость И веру Вот В чем дело И теперь Господь Пришел Принести И суд И милость И веру Истинные Благодать На благодать И поэтому Теперь Этот суд Такой Раньше Бог Отец Опять же Через Господа Иисуса Христа Через Сына Человечества С людьми Которые в Него Не веровали Которые переполняли Часу беззакония Просто Ну Умертлял Этих людей Потому что Их Спасти Духовно Нельзя было А теперь Мир спасается Духовно Для Царствия Божьего Через Господа Иисуса Христа Когда Он Здесь Ты можешь взять Пример Его жизни Он уже прожил И теперь У тебя Ты не можешь Сказать Что я не могу Так прожить Как этот человек Он человек Он прожил Но он прожил Как плохо прожил Он был Знаменитый Как целитель И его все гоняли Как Как учителя Он был Знаменитый целитель Но Скандальный Учитель Почему Когда Он исцелял Никто против Ничего не говорил Исцеление Но когда Он Начинал учить И исцелениями Учить То Его Искали Как бы погубить Вот в чем дело Знаешь Поэтому Очень тяжело Человеку Принять эту жизнь И Господь нам Дает заповеди Блаженства И последние Две заповеди Что будут вас Гнать за имя Мое Понятно Так как пророков Гнали Так будут Гнать и вас Понятно Если вы Живете в этой жизни И вас К вам Кто-то Не испытывает По причине Того Что ты верующий Истинно верующий Неприязнь То ты Никчемно Живешь Эту жизнь Никчемно Любой Твой Друг Или товарищ Или там Помощник Должен знать Что ты верующий Что ты Постишься Что ты Не материшься Что ты Не врешь Что ты Исполняешь Заповеди Господне Понятно Что ты Благочестивый Человек Если кто-то Не знает То горе Вам Понятно И против вас Должны всегда Восставать люди Всегда Поэтому Сын Человеческий Тем и Отличается Что он Всего себя Всего себя Отдал За За Законы Бога Отца Отдал Себя За законы Бога Отца Исполняя Их И этим Нам показал Пример Как нужно Любить Бога А мы же Говорим Что Бога Любим Мы же Давно Говорим Это Как бы Но исполнить Заповеди Не можем Почему Потому что Не до конца Подвязаемся Вот так И эти Чувствования Нужно Себе Развивать Культивировать Знаете Как там Есть Привет Вам Христово Цветущее Племя И там Растите Цветите Плоды Приносите Прекрасное В мире Наследие Христа Растите То есть За всем Внимательно Следите В слове Божьем С братьями Изучая Цветите То есть Расцветайте В вере Все дальше Чтобы Чтобы все Смотрели Какой прекрасный Цветок Какой человек Интересный Сколько знает Ну и гнать будут Так что Ты не думай Это Огонь Вода Медные трубы Вот эти Когда будут Вот так Да ты чего Это правда А ты такой раз Уже возгордился А ты говори Это не я говорю Это слово Божие Говори Сразу на Господа Переводи От меня От меня Ничего Нету А тем Говорит У тебя Своих мыслей Нету Ты что Как робот Какой-то Раб Какой-то Ты Говорит Я раб Господа Иисуса Христа И говори Это прям Так ответственно И обязательно Плечи выпрямить Нужно Вот так Поднять подбородок Я раб Господа Иисуса Христа И хочу Стать Сыном Его Сыном Который Все исполнит Как Сын Его Человеческий Господь Наш Иисус Христос Все исполнил И умер Для того Чтоб нам Показать И дать Пример Вот этой Тропинки Окровавленные Следы Его По которой Мы должны Ступать Прямо На эту Кровь Не Обступать Ее Там Как Лепестки Мины Там Вот Сейчас Везде Только По тропинке Ходим Донецкий Вот Так И мы Должны Понятно Вопросы Только За Христом Только Вперед Вот Это Последнее Место Писание Родительская Суббота Демидийская Родительская Суббота Еще Перед Праздником Троица Святая И Читается Еще И На Тех Службах Чин Погребения Когда Священник Читает Эти же Слова О том Что С 25 Стиха 5 Глава По Дальше Глаз И здесь Мы еще можем У Даниила В 12 Главе По 2 Стихе Услышать Эту же Мысль Которую Внушил Ему Господь И Она Звучит Так И Многие Испящие В прахе Земли Пробудятся Одни Для жизни Вечны Другие На вечное Поругание И Посрамление И Разумные Будут Сиять Как Светило Третий Стих Так Светило На тверде И Обратившие Многих Правде Как Звезды Во веки Навсегда Аминь Молим Слава Христу Надей Слава Достой Достойно Есть Якова Истину Блажите Тя Богородицу Присноблаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И Славнейшую Без сравнения Серафин Безысления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Благодарю Тебя За это занятие За наших Братьев За то Что дети Наши С нами Слушают Слово Твое Святое Изреченное Святой Библии Господи Сохрани Нас Вместе Чтобы Мы Имели Эту Любовь Это Милосердие Друг К другу Прощали Друг Друг От Всего Сердца И Никогда Не Покидали Это Собрание Святых Твоих Людей Слава Тебе Милосердный Господь Отец Сын И Дух Святой Аминь Аминь Спаси Христос Малинь Слава Слава